Привет, коллеги! Вы на канале ZarylCode, меня зовут Денис. Сегодня я буду говорить про метод Plot в Pinescript. На первый взгляд может показаться, а зачем? Ведь метод очень простой, который рисует, на первый взгляд, всего лишь кривую. Однако, на самом деле, это совсем не так. Конкретно в Pinescript метод Plot способен на куда большее, чем просто рисовать обычные графики, обычные кривые. С помощью метода Plot в Pinescript можно делать очень много. Например, вот такой достаточно интересный, с точки зрения визуала, на мой взгляд, но абсолютно дикий, конечно, способ рисования чего-то с помощью исключительно методов Plot, ну и некоторых математических функций, некоторых дополнительных функций заливки. Это все основано на методе Plot. Вот это тоже Plot, и вот это Plot. Поэтому Plot в Pinescript очень полезная, очень востребованная, очень часто используемая функция. И сегодня я попробую показать что-то интересное из нее и пробежаться по всем основным ее аргументам, которых у этой функции немало. Немало. Но, как обычно, мое видео не обучающее, это просто короткие заметки. Если вы знаете про Plot, что-то еще интересное, пишите в комментариях. Если я что-то непонятно рассказал, то пишите в комментариях. Прежде чем приступим, во-первых, документация. Документация по Plot, как обычно, можно получить, нажав кнопочку Ctrl и кликнув по методу в окне редактирования Pines Editor. И вы получите встроенную справку по методу Plot. Также очень рекомендую в документации, есть концепты основные, в том числе метода Plot, в котором очень подробно описано больше, чем я расскажу сегодня в видео. Если этот метод вам понравится, будете его использовать, что-то будет непонятно, рекомендую очень почитать эту документацию. На мой взгляд, здесь все, что только можно, описано и даже больше, чем можно. Поэтому рекомендую. Ссылки будут в описании под видео или в первом комментарии. Вот. Ну, довольно прелюдий. Поскакали. Как работает метод Plot? Разберемся с самого начала. Значит, у нас есть скрипт, у которого всего лишь две строчки. Одна – это описание индикатора, вторая – это, собственно, метод Plot. Что происходит, когда мы запускаем этот скрипт, накидываем его на график? Он начинает выполняться, выполняясь на каждом баре слева направо. На каждом баре выполняются все скрипты, индикаторы, стратегии и так далее. Так вот, Plot ставит точку на том баре, на котором он выполняется. Например, в данном случае он ставит точку на первом баре по координатам, по оси Y, по координатам Close. Цена закрытия текущего бара. Мы могли бы сюда передать и что-то другое, но об этом позже. Дальше. Мы переходим на следующий бар. И на этом баре Plot тоже ставит точку. Если в настройках Plot указано, что эти точки должны быть соединены, и на предыдущем баре есть тоже точка, а ее может не быть, то эти две точки могут быть соединены линией заданного стиля, толщины, цвета и так далее. Но зависит от типа, от стиля плота, графика, который мы выберем в настройках. Об этом тоже поговорим позже. А точки, обращаю отдельное внимание, может и не быть. На следующем баре происходит все то же самое. Мы ставим точку. Если на предыдущем баре была точка, то мы эти точки можем соединить. Есть в настройках так указано. И так на каждом баре. Здесь у нас точка, здесь точка, здесь точка, здесь точка. И все эти точки соединены между собой линией с примененным к ней стилем. Это все, что делает метод Plot, по большому счету. Как очевидно, самый главный параметр у этого метода – это первый аргумент, который в документации описывается как Series. Series – это серия данных, которая должна быть выведена в виде кривой, в виде графика. В качестве значения этой серии может передаваться, собственно, серия целочисленных значений, чисел с плавающей точкой, но не только. В примере передается Close. Close – это серия. Это серия цен закрытия. Здесь у нас есть Close, здесь у нас есть Close, здесь у нас есть Close и так далее. Мы можем сюда передать Close предыдущего бара. И тогда мы рисуем здесь точку по закрытию предыдущего бара. На следующем баре рисуем точку по закрытию предыдущего бара. В этом случае мы работаем с сериями. Мы можем сюда передавать, например, High. То есть мы поставили точку по High предыдущего бара. Сюда ее поставили. Здесь мы поставили точку по High предыдущего бара и соединили их. Потому что в настройках у нас по умолчанию рисуются линии, соединяющие точки. И так далее. И пошли дальше. Однако, в этот аргумент не обязательно передавать серии, как таковые. Сюда можно передать просто число. Например, возьмем 30 тысяч. И мы нарисуем прямую. Потому что на каждом баре, где будет выполняться этот скрипт, плод будет ставить точку по координатам 30 тысяч. Здесь 30 тысяч. Здесь 30 тысяч. И соединит их. Здесь 30 тысяч. И соединит их. Здесь 30 тысяч. И соединит их. И так далее. Аргумент, который мы передаем сюда, в плод, может быть вычисляемым. Например, это может быть значение. Например, простой скользящий средний, который мы вычисляем методом TA-ISMA. Ценом закрытия, например. С периодом. Пусть будет 2. И передать сюда вычисляемые значения. Метод ESMA вычисляет серию, возвращает серию. Серию. Серию float. Которую мы, естественно, можем передать float. И отрисовать на графике. Вы такое наверняка много раз видели. Но, давайте представим ситуацию, что мы, например, хотим соединить точками только вот эти вот бары, которые, ну, закрылись, допустим, с падением. Красные бары, например. Как это нам сделать? Первое, что может показаться разумным, это написать условие. Если close больше, меньше open, тогда рисуем plot. И попробовать это все закомпилировать. Но этого сделать не получится. Так. Давайте close. Почему? Потому что плод нельзя оборачивать в локальную область видимости. То есть, оператор if, условный оператор, формирует локальную область видимости. Метод плод должен вызываться обязательно на каждой итерации, на каждом баре. Если он присутствует в скрипте, то он должен вызываться на каждом баре. Поэтому его нельзя оборачивать в клоу, в ифы, там, всякие функции и так далее. Если он есть в скрипте, он должен исполняться всегда. Но как же нам, например, вывести вот то, что я сказал, соединить вот эти вот, поставить точки здесь и здесь, а здесь точки не ставить, и соединить вот эти два бара, допустим, линий плод. Все очень просто. Используем тернарный оператор. Тернарный оператор. Если close меньше open, у нас красная свечка, тогда рисуем точку по координатам close. А чтобы не рисовать точку, нам нужно передать оператор na. Сейчас я о нем расскажу. В этом случае у нас все скомпилировалось, и мы соединили два вот этих бара прямой. В данном случае прямой, но это могла бы быть и не прямая, хотя нет, здесь всегда была бы прямая. А точки на зеленых свечках мы ставить не стали, потому что при выполнении на этом баре мы поставили плотом na. Это специальное зарезированное слово na. похожее по поведению на null, на nan, в других языках программирования. Короче, ничего. Пустота. Поэтому, когда мы здесь выполнились, то мы здесь поставили ничего, и нам нечего соединять. Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Ничего нету. Точка есть только здесь и здесь, и мы их соединили. Таким образом мы смогли нарисовать вот такую линию, соединяющую две красных свечки. Ну и естественно, в этот первый аргумент в серию можно передавать и достаточно сложные выражения, вычисляемые. Например, вот такие. Хочу показать вам еще DataWindow. Это достаточно полезная штука. Не все о ней знают. Я, когда начинал разбираться с PineScript, с TradingQ, не знал о такой полезной штуке, как DataWindow. Значит, она сейчас, в текущей версии, TradingQ находится вот здесь, вот третья иконка сверху, Object3 и DataWindow. То есть, по-моему, открывается Object3. Это дерево объектов, в котором вы видите все вот эти графики. Это все объекты. А DataWindow – это такая штука, которая позволяет вам увидеть значение этих объектов вместе с курсором. То есть, вот смотрите, я вот здесь вот вожу курсором, и вот в DataWindow наменяется значение. Я вижу, собственно, значение графика Open, High, Low, Close и так далее. Плюс к этому видно и значение индикаторов, которые накинуты и видны, включены на текущем графике. В данном случае, вот этот вот мой индикатор, он накинут, да, и вот здесь в DataWindow я его вижу. То есть, когда могу вводить курсорчиком, я вижу значение Plot. Plot выводит значение в DataWindow, и очень удобно анализировать иногда их значения, а не прицеливаться вот тут, вот где вот он есть. Просто в DataWindow посмотреть. Кроме того, Plot можно использовать в методе InputSource. Я о нем рассказывал в одном из предыдущих видео. Например, вы хотите создать индикатор, который делает какие-то вычисления, рисует какой-то график с помощью Plot, и затем этот индикатор вы можете использовать, например, в стратегии беря в InputSource значение того, что вы вывели в Plot. И это крайне, крайне и очень крайне полезно. Особенно, если вы делаете скрипты на заказ, вы можете продать индикатор, который выводит Plot, а кто-то другой будет делать на его базе стратегию. Это для всех win-win, потому что вы не заморачиваетесь с стратегией, вы готовите только индикатор. Или, допустим, кто-то заказывает индикатор, не хочет светить свою стратегию, но хочет получить индикатор. И, по сути, Plot — это очень правильный способ подготовить данные к InputSource. Поговорим про остальные параметры Plot. Первый параметр — это Title. Сходу, может быть, неочевидно, зачем этот вообще параметр Title нужен. Потому что, если я здесь напишу какой-то Title, то на графике ничего не меняется. Скрипт как назывался, так и называется. И этот, собственно, Title мне ничего не дает. Однако, первое, где мы с ним столкнемся, это если пойдем в настройки. В настройках мы увидим плот. Вот этот вот плот, который мы назвали. И мы уже знаем, что вот если мы будем менять стилизацию в настройках индикатора, то мы уже не просто меняем плот-плот-плот, а где-то Middle. Вот давайте я удалю опять Middle. Компилируется это все дело. И посмотрим, как это выглядит в настройках. Смотрите, если я не именую плот, то в настройках индикатора каждый плот называется просто плот. И непонятно, к какому плоту каждый из настроек будет относиться. И в Data Middle то же самое. Будет везде плот-плот. А что за плот, непонятно. Если мы плот именуем, то мы видим именование и здесь, и в настройках. Везде у нас плот именованный. И это, соответственно, упрощает работу с графиками для нас и наших пользователей. Следующее, что нам, соответственно, интересно, это цвета. Ну, с цветами все просто. Это третий параметр по порядку. Сюда мы можем передать цвет. Например, верхнюю линию полосок Bollinger мы покрасим в зеленый. Кстати, как обычно в методах PineScript вы можете не соблюдать порядок аргументов метода, если будете указывать именованный аргумент. Но если вы начали указывать именованный аргумент, то и дальше вы писать должны только именованный аргумент. То есть, можно написать вот так Color Green и можно написать вот так вот Color Red. То есть, и так будет работать. При окрашивании линий, выводимых плотом, можно также использовать условия. IFA использовать нельзя, но можно использовать тернарный оператор. Например, мы хотим покрасить среднюю линию в среднюю линию, допустим, в зеленый цвет, если low графика выше верхней линии полосок Bollinger. Например, так. Значит, для этого нам нужно проверить условия. Low, больше, апа, тернарный оператор. В этом случае мы красим среднюю линию Color Green. А в остальных случаях Color Gray. Серенький цвет. Смотрите. Вот здесь у нас low. Low на не очень визуально удобно. Ну, хотя нет, нормально. Видите, давайте в синий по цвету покрасим. Синий по цвету покрасим. Бл. Да. Вот, видите, как меняется цвет вот этой вот линии, которую мы водили. Как только у нас полностью вся свечка вместе со своими тенями вываливается за пределы верхней линии, то мы ее красим в зеленый цвет. Как только она вываливается за зеленую линию, то мы красим ее в синий цвет. Синий цвет. Это условная окраска. Тернарные операторы могут быть достаточно сложными, могут быть цепочки. То есть, например, если мы хотим покрасить вот этот участок, например, в красный цвет, если у нас свечка вместе со своими тенями будет вываливаться за красную линию, например, да, то мы можем усложнить тернарный оператор вот таким вот образом. Например, high у нас будет меньше low. В этом случае color red. Да, типа того. ну и вот видно здесь, что мы красим соответственно этот плод в красный цвет, когда у нас полностью свечка с тенями вылилась вниз. В синий цвет, когда хотя бы какая-то тень цепляет нижнюю линию или верхнюю линию. Вот. Ну, в общем, все понятно, да? Вот так вот это выглядит. То есть, окраска тоже может быть условным. Следующий аргумент это толщина линии. Здесь все просто. Указываем толщину линии в пикселях. Каких-то ограничениями я не сталкивался. Ну, кроме разумных. То есть, мы можем написать сюда 10 тысяч. По-моему, тоже увидят, да. Но в этом не будет никакого смысла. Просто в пикселях. Стоит заметить, что это аргумент input int, input int. Поэтому здесь тернародный оператор использовать нельзя. Только в сериях можно. Вот. А здесь input int, input plot style, input bool и так далее. Вот эти вот все здесь нельзя использовать тернародные операторы условные. То есть, например, сделать линию толще на ее участке к сожалению, нельзя. Хотя это, на мой взгляд, было бы достаточно интересно. Но, может, потом приделают. Может быть, когда вы смотрите этот видосик, это уже возможно. Попробуйте, проверьте. Но на данном этапе будет выдаваться ошибка. Теперь скопом пробежимся по трем параметрам. Значит, это параметр трек-прайс, шоу-ласт, эдитабл и дисплей. Значит, трек-прайс по умолчанию фоллс это вывод вот такой вот линии, которая на протяжении всего графика показывает последнюю цену, последнее значение вот этого плота. От начала до конца эта линия. По умолчанию она фоллс, то есть отключена. Вот эта синия линия не выводится. Ну вот, скомпилировался, видите, синией линии нету. Шоу-ласт метод шоу-ласт, твой аргумент шоу-ласт. Вот он. Он показывает, указывает, какое количество баров с последнего бара назад отрисовывать этот плот. То есть, сейчас мы отрисовываем на 15 баров назад. По умолчанию все бары отрисовываются, но не всегда это нужно. Иногда нужно нам только последние несколько баров, допустим, что-то отрисовать с помощью плота. И чтобы не захламлять график, например, полезно будет указывать шоу-ласт 15. В этом случае здесь 15 графиков. Могу указать 150. И вот 150 баров назад я этот график отрисую, отрисую, но не больше. Значит, editable, достаточно очевидный пункт. Это означает, что я могу редактировать настройки этого плота. Если он false, то этого делать не могу. Видите, вот здесь вот у меня пропало отображение вот этого плота, middle, то есть, если upper и lower, я могу отредактировать, изменить, цвет, то у middle я этого сделать не могу, потому что я здесь указал false. То есть, при некотором настройках стратегии, индикаторов, это позволяет нам запретить пользователю и менять стили плота. Display. Display несколько более интересный параметр, потому что он позволяет выражение. Значит, по умолчанию Display, Display All отображается везде. Ну, например, мы хотим спрятать, мы хотим выводить этот плот на графике, но не хотим показывать его в Data Window. В этом случае мы берем Display All и вычитаем Display Data Window. В этом случае мы не будем отображать его в Data Window. Или, например, мы хотим его показывать только в Data Window, но не показывать на графике. То есть, на графике мы его не видим, на Data Window он есть. Если мы будем курсором ходить по графику, то в Data Window мы это будем видеть. И можем вообще скрыть Display, Display None. В этом случае мы не будем видеть его нигде. Однако, в некоторых случаях есть смысл использовать плот с Display None. В документации, например, по-моему, там написано даже Display, 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 Display None. Display None. Вот. Например, мы хотим с помощью плотов я вам показывал в самом начале видосика как формируется заливка между графиками, которые отрисованы с помощью метода fill, границами которого являются плоты. Вот, графики плота. И в этом случае, например, чтобы не стилизовать дополнительно границы этого участка, например, мы можем отключить отображение плота на экране, а fill использовать вместе с плотами. Вот. Ну, я это покажу в самом конце, как это реализовано. Вот. Это вот основные параметры, которые касаются настроек вывода плота. Ну, и последний на сегодня аргумент, который рассмотрим, это offset. Ну, это смещение, это все очень просто. Мы можем сместить отображение наших точек на сколько-то баров вправо. Вправо. То есть, сейчас мы вводим... Давайте я вам лучше покажу, это сразу станет понятно. offset 1, смещаем вот это все на 1 бар в сторону. Ну, сместил на 1 бар вправо. Делаем 2, компилируем. Сместили. 3. Сместили. Давайте проверим, кстати, работает ли отрицательно. Да. И в отрицательный сток тоже работает. Ну, вот это, собственно, простое. У нас в плоти осталось еще самое интересное. Это стили. стили графиков, которые может вводить, и связанные со стилем join. Все остальное вроде пробежали. Это я оставлю либо для Boosty, подписывайтесь на мой Boosty, там, возможно, будет выходить что-то, что я не рассказываю на основном канале. Вот, либо сделаю отдельным роликом попозже, если этот ролик будет вам интересен, если вы полайкайте, понапишите комментариев, где скажете, типа, давай продолжение, чем больше комментариев, тем больше желание сделать продолжение, вот. Ну, если не зайдет видос, то не буду делать продолжение, если зайдет, то буду. В общем, от вас зависит, как обычно, лайки, комменты, пожалуйста, вот, ну, там, пошарьте, вот. если захочется поддержать развитие канала, все ссылки в описании под видео. В любом случае, спасибо, что досмотрели, надеюсь, вам чем-то пригодилось. Всем спасибо, до новых встреч. Продолжение следует...